Довольно часто стал слышать о том, что основатели крафта в России стали забывать. Пиаларни, которые появились более 10 лет назад или 10 лет назад, в том числе это коснулось и Бакунина. Поэтому мне стало интересно разобраться, что случилось с компанией и понял, насколько она неоднозначная и противоречивая, так сказать. Для того, чтобы, соответственно, понять, что произошло с компанией Бакунин, стоит начать с её истории. А для того, чтобы обзор, так сказать, у нас пошёл повеселее, точнее, разговор о Бакунине, мы начнём с одного из культовых вкусов этой компании. Это «Рука Бога». Довольно интересный аромат у неё должен быть. Давайте начнём с истории компании. Её основание трое человек. Это Александр Романенко. Он уже работал, так сказать, в алкогольной индустрии. Сначала работал барменом, потом устроился в алкогольную компанию. Насколько помню, она занималась сидром. Александр первый заметил то, что в Питере довольно много хороших баров. В одних, допустим, хорошие сотрудники, но плохой ассортимент. А в других, наоборот, хороший ассортимент, плохие сотрудники. И решил открыть свой. Почему нет? Человек разбирается, уже имел, так сказать, опыт в алкогольной сфере. И я думаю, ему это было не так сложно сделать. То есть, ну, как, насколько можно это сказать? Ну, в общем, вот так. Давайте я всё-таки выпью, и мне будет легче говорить. Так, Александр решил открыть собственный бар. И буквально через несколько дней к нему обратился митинг. Юрий Митин. И предложил, написал ему, по-моему, ВКонтакте, они, по-моему, какую-то там переписку даже сохранили, что, мол, хочу отправить в ваш бар своё пиво. Вот. Александр согласился. Так сказать, привезли, попробовали, понравилось. Вот. И они уже начали думать на том, чтобы, как бы, ну, куда-то на контракт встать, чтобы делать для бара, в первую очередь, на постоянке пиво. Так вот, и на одном из уже мероприятий они познакомились с Наумкиным. Наумкин уже на тот момент был пивоваром. Причём, ну, не домашним пивоваром, а прям пивоваром в компании. Вот. И, соответственно, на троих они решили создать компанию Бакунин. Почему Бакунин, в принципе? Бакунин называется первый бар, который они, в принципе, открыли. А так он называется, потому что, насколько я помню, за этим баром находится площадь Бакунин, улица Бакунин в Санкт-Петербурге. Вот. Вот так и появилась, в принципе, пивоварня. Она появилась, естественно, у нас в 2013 году. Но, но, сейчас, если вы зайдёте на сайт Бакунина, там будет написано, что компания основала двое человек. Интересно, да? Да, в 2019, насколько я помню, году Владимир Наумкин ушёл с компании. По сути, в год основания компании, в 2013 году, Наумкин создал парадокс. Ну, соответственно, другую пивоваренную компанию. Со своими друзьями, там, знакомыми и так далее. Но он её ввёл, там, как, по крайней мере, он говорит, он её ввёл так, ну, одной ногой, условно. Вот. И, видимо, на этой почве были какие-то компании разногласий. И, видимо, разошлись они очень плохо. Ну, блин, даже на сайте удалить информацию о том, что основали Бакунин, ну, типа, трое человек. И написать только себя. Ну, окей, а что, если там они между собой оставшиеся поругаются и будет основатель один, что ли? Ну, как-то странно. Ну, окей, ладно. Это вот как раз про неоднозначность Бакунина как пивоварни, как управление компанией и так далее. О чём мы дальше будем тоже говорить. Первым пивом, которое сварили ребята, был американский бледный Эль. Я его сюда выведу, соответственно. Его уже в продаже нету. И была рука Бога. Вот это вот та самая история. Что это такое, в принципе, почему такое название? Это отсылочка к Марадонне. Это, соответственно, его легендарный гол, когда он забил его рукой. Вот. Но тут есть такая вот звёздочка, потому что ребятам не разрешили, соответственно, эту историю назвать так, потому что есть оскорбление чувств верующих, так сказать. Ну, намёк или что это такое. На самом деле, это изначально была коллаборация с одной популярной в фанатских кругах группой. Честно, название не помню. У нас там есть сокращения каких-то. Вот. И, насколько я понимаю, что Романенко, он так или иначе относится к, там, к футбольной культуре. Или просто, там, у него какие-то друзья есть, либо он сам был каким-то, там, фанатом футбольным и так далее. Ну, потому что, там, если вы найдёте фоточки, он там сидит в Фред Перри и так далее. Ну, и плюс, как бы, сам группа эту котирует, а её обычно котируют только фанат футбольные. Поэтому, так сказать, пазл потихонечку складывается. Так вот. И, соответственно, вот такая вот бутылочка вышла. И вкус действительно получился у них хороший. Вот сейчас я его пробую и вам скажу свой фидбэк, так сказать, более актуальный. Пиво, да, действительно получилось достойным. Хорошее солодовое, так, тело, соответственно, хорошая горечь. Какие-то цветочные нотки присутствуют. Да, пиво действительно прям на высоком уровне. Перейдём к стоимости его. Вот эта баночка 0.33 стоила мне 190 рублей. Это мы уже переходим к стоимости Бакунина. Бакунин, на самом деле, стоит недёшево. Вот. Так как мы сейчас перейдём к Hefe White цену, это будет ещё более актуально. Так вот. 190 рублей за 0.3. Если отталкиваться от цены и приближаться ко вкусу, ну, да, в принципе, если оно идёт 0.5 за 240 рублей, вот так бы примерно стоило, я думаю, его можно брать. Да, за 240 я бы взял. Действительно, пиво очень вкусное. Я рекомендую. Давайте я вот сюда буду ставить. А туда буду убирать, что не рекомендую. Итак, мы переходим к Hefe White цену и начнём рассказ про то, как ребята начали вариться в Латвии. Изначально ребята знали, так сказать, пивоваров из Латвии, которые хотели экспортировать, или экспортировали пиво в Россию. И они занимались как раз-таки, насколько я понимаю, или помогали, или сами занимались дистрибьюцией пива в Россию. Но, так как в России им не нравилось, как производили пиво на тот момент, так как ребята варились по контракту, видимо, много было брака и так далее, и они решили попробовать вариться в Латвии. В итоге пришло к тому, что 90% завода, которые находятся в Латвии, делают пиво для Бакунина. Вот так вот. Там не было такого расчёта на то, чтобы выйти на европейский рынок. Нет, они хотели просто вариться на более качественном заводе, и, видимо, это было дешевле при этом ещё, чем делать это в России. Соответственно, ребята пошли нестандартным путём, так сказать, в отличие от всех остальных своих коллег. И, соответственно, поэтому мы пробуем хофевайцин. Большие, конечно, сейчас вопросы будут, потому что это добро стоит недёшево. Сейчас я посмотрю в телефоне, сколько это стоит. Слушай, она прям хорошая... А, да, кстати, вот тут очень хорошая газация. У ребят стоит какой-то неизмеритель. Короче, не суть. Короче, у них стоит какое-то крутое оборудование, которое измеряет уровень кислорода. Это прикольно. Так вот, к чему я? Ребята начали производиться в Латвии. Окей, хорошо. Дальше они думали о том, чтобы создать свой завод построить. То есть они хотели переехать в Эстонию. Почему в Эстонию? Потому что когда-то они там нашли хороший, так сказать, участок земли, который продавался. И там власти были готовы сотрудничать с ними, идти на уступки и так далее. То есть там не было проблем... Ну, короче, был меньше проблем с точки зрения властей построить завод в Эстонии, чем в России. Это из их интервью там всё это дело прочитал. Так вот, в итоге они купили землю, но завод так и не построили. То есть у них... Они, по-моему, в 2020 году... Короче, во время пандемии, по-моему, они как раз и продали эту землю, которую купили в Эстонии. По Хэфи Вайтсену. Ну, я скажу так. Это стоит 230 рублей. Это не дёшево совсем. То есть Айнгер стоит 230 или там... Ну, за 230 Айнгер можно взять во вкус Уилле. То есть Бакунин Айнгер. Что скажу по пшеничке. Она хорошо пахнет, хорошая ароматика. Это больше уход в банановую историю, соответственно. Давайте вот такую поставлю, чтобы было получше видно. Мягкая, хорошее тело, нажористая. Но помните, я снимал выпуск про ароматный мир. И там была пшеничка за 100 рублей. По-моему, это она была. И она была не хуже. В этом весь прикол. Если не смотрели, посмотрите выпуск тут. Вот проблема, так сказать, классических сортов. Особенно, когда ты продаёшь за конские деньги. То есть 230 рублей за хэфи-вайтинг. Это до хера, я скажу. Это очень много. Это топчики немецкие стоят дешевле на самом деле. Вот. То есть вы можете купить Schneiderweiss. То есть в Магнолии за 180 рублей. Или за 170 рублей. Ну, то есть в Москве Магнолии. Говорят, да найдёте вы это дешевле намного. И это интереснее было бы. То есть тут хорошо, но дорого. Смысл покупать не вижу. Я обычно поддерживаю крафтовиков российских. То есть если они выпускают действительно что-то на уровне. И за адекватные деньги вопросов нет. Про стоимость. Почему Бакунин такой дорогой. Он дорогой действительно. Я скажу чуть позже. Это мой, скорее, какой-то логический расчёт. Точно, понятное дело, причины я не знаю. Но логику определённую выстроят. Вот. Соответственно, за 230 рублей это ну очень дорого. Ну правда. Ну то есть вот аналоги можно спокойно найти за 100-120 рублей. Нет. По вкусу неплохо. Но... То есть по вкусу хорошо даже я бы сказал. Но это нет. Это однозначно нет. То есть нет. За такие деньги точно нет. Так. Давайте переходить к следующему. У нас такой а-ля экспресс обзор. Но у нас будет долгая часть рассуждений, так сказать. Почему у Бакунина сейчас не всё так гладко, так сказать. Вот. Может быть у него действительно там по продажам всё хорошо. Но судя по тому, как покупают Бакунин, как о нём говорят, что такое чувство, как будто о нём в принципе забыли. Хук. Это интересное пиво. Очень нестандартное. Его ребята варили совместно с каналом Стратегия 21. Очень крутой канал про пиво. Про варку именно пиво. Очень крутой ведущий. Очень умный мужик. Посмотрите обязательно. То есть, ну это прям реально полезный канал. То есть, я прям очень советую. Я сам смотрю. Я хоть и не варю пиво, но я смотрю, мне просто интересно. Как это всё делается. Это колд Ипа. Очень-очень нестандартный сорт. Я читал про него, как раз на стратегии видосы про него смотрел. Если коротко, это гибрид эмя и лагера. То есть, это эмь, сделанный на лагерных дрожжах при определённой температуре, так сказать. Очень нестандартное пиво. Причём, лагерь делится на две части. Кому-то оно очень нравится, кому-то нет. Ну, то есть, сейчас попробуем, посмотрим. И стоит, ну ты хера. 320 рублей, 320 рублей. Ну, это же жесть какая-то. Ну, куда? Вы что, с ума сошли, что ли? То есть, ой-ой-ой-ой. А, нет, всё нормально. Значит, я аж подумал, оно верхом пошло. Нет, нет, нормально всё. Вот, соответственно, я не буду, конечно, полный наливать. Оно должно быть супер прозрачным. Да. То есть, оно прям охренительно прозрачное. Интересно, да, как? То есть, Эль сделан низовым брожением. Это вот Антохи, кстати. Я тебе про это говорил. Что есть такие вещи. Так вот. А, вот смотрите, как карбонизация, пузырики ещё вверх идут. Так вот, помимо руки бога, так сказать, есть ещё другие крутые вещи, которые культовый делала Бакуин. То есть, молоко плюс один. Наверное, самый известный, широко известный, потому что в рознице продаётся хорошо, довольно. Фибоначчи есть. Затмения, насколько я помню, тоже. То есть, это вещи, которые стали культовыми, которые часто покупают и так далее. Затмения, по-моему, кстати, они перевыпустили недавно. Делали затмения высокомерные. По-моему, это они делали. Сейчас, соответственно, ребята делаются под Санкт-Петербургом. В ковидные времена они перестали вариться в Латвии. В Эстонии, соответственно, продали землю, как я говорил. И они сейчас варятся под Санкт-Петербургом и Воронежем. Что самое интересное, перед тем, как я записываю выпуск, на канале Два пива, пожалуйста, вышел с ними подкаст. И я как раз послушал, тоже довольно интересно. Вот, если хотите, послушайте. Прямо два рекламных ролика двух каналов. Итак, давай сейчас попробую и перейду дальше. Потому что дальше будет интересно. Это очень необычно, я вам скажу. Это прям действительно необычно. Несмотря вот на такую прозрачность. Это вот, ну, как бы, интересный очень гибрид. Очень хорошо чувствуется солодовое тело основное. При этом, прям вот на финише есть приятная горчинка. Пьется оно очень легко, очень приятно. Да, вкус действительно, он хоть и гибрид, но очень сбалансированный гибрид. Прям, это прям очень хорошо. Но 320 рублей, я не знаю, честно. Все, что дороже 300 рублей, должно делать не просто вауэффект. Ну, то есть, должно делать вауэффект. Но, не знаю. Как бы, я всегда говорю, что цена это очень условное понятие. Потому что для кого-то покупать пиво за 500, от 500, там, за 0,25, это вообще нормас. То есть, я, в принципе, сам пью бельгийцев, часто довольно. И 0,3 за 350, за 400 рублей, это норма. Но, опять же, вы должны понимать уровень. Хорошее бельгийское пиво. И, допустим, я не знаю, ну, какая-нибудь газовышечка, к которой мы дальше перейдем. Я сейчас попробую, конечно, может быть, она там шедевральная, но я сильно сомневаюсь. Вот. То есть, это, ну, слишком большая разница. То есть, 320 рублей. Я бы за 250, за 270 вот так бы оценил это пиво. Хотя бы разница 40 рублей. Короче, не знаю. Все очень условно. Но, не знаю. Ладно, короче. Это хорошее пиво. Стоит ли оно 320 рублей решать вам? Я скажу так, что я бы не купил еще раз за 320 рублей, несмотря на очень интересное и необычное пиво. Но это прям действительно хорошо. Итак, теперь переходим к, в принципе, к разбору. К тому, с чего мы начинали. Почему? Почему так произошло, что компания была одной из родоначальниц, а в итоге, как бы, сейчас они не в трендах, не в топах. Хотя какие, блин, тренды, в принципе, есть в крафтовой движухе. Ну, как бы, они пропали с радаров, если коротко. То есть, про Бакунина не слышно. Вот сейчас, по сути, единственное, какое движение есть у Бакунина, это то, что они вышли на два пива «Пожалуйста». И то, что ушедший от них Наумкин в следующем выпуске будет на два пива «Пожалуйста». И, скорее всего, что они тоже расскажут. Да, единственный движ, который у них сейчас есть, что Романенко поругался с какими-то там чуваками, которые делают сидр. И, в принципе, вокруг этого какой-то хоть был там разговор. Все, как бы, то есть, Бакунина особо не берут, насколько я, по крайней мере, знаю. Они не входят в топы продаж и так далее. То есть, компания, что-то с ней случилось. И даже, какой-то я даже, по-моему, находил на Дзене, какой-то там, какой-то канал на Дзене находил про пиво, где то же самое примерно человек и писал, что про Бакунина не видно, не слышно. С чем, в принципе, я это связываю? И, как бы, не только я. Это, опять же, уход на Умкина. Уход на Умкина. Скорее всего, сказался на качестве пива. Но, я думаю, на самом деле, не совсем. Я думаю, что и текущий пивар-то хорошие вещи должен делать. Ряд ли просто так возьмут на работу. Я считаю, что основной причиной является то, что ребята за 10 лет до сих пор работают по контракту. Они, конечно, говорят, ой, да делать свой завод. Ой, да геморр. Ой, да всё. До пятое-десятое. В этом и суть. У вас пиво стоит охренеть как дорого по сравнению с конкурентами. То, что я, в принципе, так, и по хуку я вот за эти деньги бы, да, конечно, не взял. Вот так, да, будет правильно. Что? То есть, Бакунин должен за те деньги, которые он продаёт своё пиво, делать пиво на уровне заговора, чтобы было понимание, да? То есть, потому что именно с ним он и конкурирует. Он должен делать на уровне штамбира, на уровне, там, я не знаю, Рэдбаттона и так далее. Но Рэдбаттон другая история совершенно, конечно, неправильно сравнил, извините. Но всё равно вы поняли, в какую категорию он должен за такие деньги драться. То есть, продавать молоко плюс, если, ну, как бы, там, Фибоначи и всё остальное, ну, ок, можно. Но я думаю, что они примерно понимают, что у них происходит и должны, как бы, я к компании-то хорошо отношусь. То есть, я за то, чтобы чуваки, которые основали, в принципе, там, одну из первых крафтов ПРН в России, выплыли, так сказать, из кризиса такого затяжного, ну, мне, по крайней мере, он виден. И, соответственно, как бы, больше радовали любителей пива. Но огромная цена, это всё, мне кажется, следствие как раз-таки того, что они варятся по контракту. Ребята не хотят заморачиваться с своим заводом с точки зрения организационной структуры. Но при этом они тратят кучу времени, денег, ну, денег, вряд ли, как бы, кучу времени на контроль пивоваринга, где они варятся по контракту. Сейчас есть большой вопрос. Сейчас они, скорее всего, не смогут, в принципе, открыть завод по одной простой причине. Кто им сейчас даст денег в такие времена на открытие завода? Вы же понимаете, что любые инвестиции должны подкрепляться какими-то фактами. То есть, если... А сейчас, получается, вводятся новые законы для пива, соответственно, падает уровень потребления. Сейчас люди экономят и берут более бюджетное пиво, о чём я уже много-много-много раз говорил. Что люди сейчас будут покупать то, что им по карману. Вот. И крафтовики сейчас будут мучиться и страдать, скорее всего. Это у нас газешечка. Как Бакуни будет решать эту проблему, я пока особо не понимаю, потому что без снижения цены проблемы, я думаю, будут продолжаться. Единственный вариант, который я вижу, это, возможно, попробовать прокачаться через маркетинг. Ну, допустим, давайте, ладно, закроем вопрос по заводу. Нужен свой завод, чтобы снизить, соответственно, стоимость пива. И нужно работать с рецептурами. Гнаться там на всякие хофи-вайдсы, на всякие классические стили. Но, блин, вам надо понимать, с кем тягаться. То есть, по цене вы не сможете тягаться. По качеству, как бы, да, окей, вопросов нет. По качеству можете тягаться, но по цене нет. Вас не будут брать, потому что у вас дорого. Ну, вот, соответственно, ребята, я думаю, это понимают. И, соответственно, вот такая вот история начинает появляться. Вегеталист. Вегаталист. Или вегет... Вегеталист. Это газешка. У нас, соответственно, огурец и синдерей. Там еще есть несколько вариаций. Мне вот это самое интересное показалось. Я ее поэтому и взял. Пахнет, кстати, очень приятно. Очень интересно. А, ну, и, соответственно, вот такая появилась история коллаборационная тоже. Сейчас дальше к ней перейдем. Ну, что я по этой истории могу сказать? Огуречки малосольные чувствуются прям очень плохо. То есть прям очень-очень-очень где-то отдаленно. Обычный кисляк. Помните, вот Волкску я пробовал? Там Герман Стая был. Газешка. Она была интереснее. Я ее взял за 80 рублей. Она была интереснее. Блин. Ну, это неплохо. Но это не попадание. Это... Нет, слушайте. Она стоит сколько? Сейчас скажу еще. Ебь-то мать. Она стоит 270 рублей. Вы поймите, самое главное. Это вкусно. Вот это не попадание. Это прям вот так даже. Вот это вкусно. Это нет. Это, ну, кисляк-кисляк какой-то компот. Это прям вот... Ну, за... Так сказать... Вот тут чувствуется, что это и по деньгам хорошо, и по вкусу. А вот это нет. Я потом допью. Так вот. Теперь переходим к дизайну. Когда мы тоже интересны. Ну, понятное дело, что уход на Умкину повлиял на компанию однозначно. Давайте перейдем к дизайну, а потом перейдем к тому, как компания, в принципе, ведет себя. Вот так скажем. Вот. Как она себя позиционирует. Вот самое интересное. Итак. Дизайн. У меня большие, огромные вопросы. Дизайном занимается Романенко. То есть, есть дизайнеры, понятное дело. Они все это сделают, согласовываются с Романенко. Романенко это дело придумывает. Вот скажите мне. У вас хоть как-то это бросается в глаза на полке магазина? Вот это еще может... Ладно. И то это... Почему, блядь, не изобразить Марадонну? Ну, то есть, или руку. То есть, ну, ассоциацию больше. У них очень... Ну, вот это вот... Да их себе любую бери. Охрененный дизайн, да? То есть, ничего не понятно вообще. Это очень уныло. Это прям... Я не понимаю, честно. То есть, не могу я этого понять. Дизайн... И причем вот тут... Я думаю, что вот тут все-таки ребята настаивали... Потому что это коллаборация с Чаком. Я думаю, что дизайн продумался не, естественно, бакунин. Просто посмотрите эту феноменальную разницу. Ну, типа, камон. Ну, давайте я их уже взял. Короче, дизайн, соцсети, маркетинг ни о чем полный, как и, в принципе, у многих компаний с точки зрения маркетинга. Дизайн есть крутые в индустрии, но по маркетингу проблема у всех плюс-минус. Так вот, позиционирование, как все это дело происходит. Вот эта история с удалением из основателей, так сказать, компании Наумкина. Потрясающая история. Как надо было посраться, чтобы самим себе подложить. И при этом умалчить эту тему на подкастах, если захотите, послушайте. Такое. Такое прям совсем. Плюс с барами история. То, что есть истории, как бы, есть сообщения о том, когда приходят к ним. И, соответственно, там либо испорченное пиво может быть, либо с их пьем какие-то проблемы. То бар закрытый, то открытый. Сейчас, по-моему, какой бар у них закрылся один. То есть, ну, вот эта вот нестабильность, вот эта вот постоянная... Понимаете, вот разница в чем? Ладно, окей, косяки бывают у всех, но все эти истории всплывают. Вот в чем проблема. Что людям, видимо, настолько не нравятся какие-то проблемы, что они о них пишут. То есть, вот проблема-ка основная в чем-то включается. Ну, естественно, как бы, с точки зрения того, как... Ну, у меня, как бы, самые большие, наверное, все-таки претензии к Романенко с точки зрения того, как он призон... Ну, как вы... Вы же должны понимать очень простую схему, что так как собственники дают интервью везде, они призонируются с самой компанией. Вот. Как бы, вот этот ругань с кем-то там по поводу вот этой Сидры... Я понимаю Романенко с точки зрения того, что чуваки из Сидры хотели продавать там нелегально всю эту историю. Это все накладывает на условную пивную индустрию, там все новые-новые законы. Я его понимаю, да. Тут у меня вопросов нету. И то даже тут есть вопросики. Потому что, как бы, ну, а что вы хотели? Вся индустрия регулируется. Ну, то есть, камон. Есть кальяные движухи. Там, блин, та же самая история. То есть, там куча полубезакцизов пришли и начали настраивать все. Регулировка это не есть плохо. Наоборот, как раз-таки, то, что когда вводятся регулирующие, так сказать, какие-то параметры, да, у вас исключаются моменты. То есть, какого-то продажи, как бы, хренового пива и так далее. Ну, то, что нормально не говоришь, что, типа, самое главное, это продукцию для людей мы делаем. Вот. Я думаю, вряд ли его, конечно, беспокоило это именно, что там, как бы, что-то для людей продукцию делали. Понятное дело, что это тоже беспокоит. Но, в первую очередь, это беспокоит то, что теперь работа, работа у Пиварина больше прибавляется, потому что начинают индустрию зарегулировать. Ну, ладно, не суть. Блин, сейчас я подумал, что я к Романенко плохо отношусь. Потому что я к Романенко нормально отношусь. Нормальный мужик. Ну, то есть, может быть, там какие-то истории с ним есть, связанные с страной. Но, блин, просто разница в чем? Это, блин, крафт. Тут нету ни хрена. Тут работает все хреново с точки зрения организации компании. Я работаю в крупных очень компаниях. До сих пор работаю в международных, крупнейших, российских и так далее. Вы должны понимать, что крафтовая движуха, это чуваки сами создали компанию, сами занимаются там и маркетингом, и всем на светом. Блин, нанимайте специалистов просто, и все, и будет у вас все хорошо. Заимствуйте из других ниш, все. Зачем создавать велосипед? Просто посмотрите, как это работает в других нишах, и все, и копируйте все, что там работает, соответственно. Ну, то есть, камон. Так, это у нас клубника и халапеньо. Кстати, интересно, Митин сказал, что, по-моему, так его зовут, что... Такую интересную фразу, что аудитория, как бы, ну, возможно, не готова к таким экспериментам. Это сложный вкус. Что сложного в вкусе клубника и халапеньо? Ничего сложного не вижу, блин, это не такое сложное сочетание, как вам кажется. Ну, короче, там многие просто писали, что не хватает, допустим, остроты, либо там не хватает клубники. Я сейчас попробую, конечно, вам скажу, но по первому глотку не могу сказать, что это плохо. А вот мне, кстати, знаете что, мне не хватает клубники. То есть, халапеньо, острота халапеньо. Как бы, все, кто готовит, если вы готовите хотя бы немного, вы понимаете, что самое главное всегда соблюсти баланс между остротой и сладостью. То есть, тогда получится идеально. В данном случае острота превалирует. То есть, для меня это не остро, но я остроту чувствую больше, чем сладость, то есть клубничная. Это неплохо, это интересно. Тут, конечно, больше халапеньо, чем клубники. Но еще нюанс, то что тут нет вкуса халапеньо. Тут есть острота, тут есть клубничка прям на отдалении, но самого вкуса халапеньо нет. Это неплохо. Это прям вот, опять же, видите, какая история. Вот это есть с чем сравнить, да. Вот это просто, ну, хорошее впечатление произвело. Прям это прям можно брать, это вкусно. Нет, я в камеру посмотрел. Это плохо. Это прям плохо. Это мне прям совсем не понравилось. Это прям, фу. Вот это надо дорабатывать. Это неплохо, но я бы добавил клубники, я бы сделал на вкус халапеньо. Вот, и все. Но, а сколько она, кстати, стоит у нас? Сейчас посмотрим. Опа, ни хрена себе. Она стоит 290. 250 норм. Я думаю, что, как бы, кто хочет, тот найдет. Может быть, подешевле будет. Давайте так сделаем. Совсем уж не засирать выпуск. Сделаем вот так. Это неплохо, но стоит доработаться. Вот так вот. Потому что вот это мне прям очень понравилось. С радостью допью. Это тоже все очень вкусно, но дорого. За такие деньги я это не возьму. Это прям совсем плохо. Это можно взять. Но мы не закончили. Я еще не до разогнал. Что, в принципе, как бы я хочу пожелать Бакунину? Во-первых, хочу, как бы, пожелать-то, посоветовать. Я думаю, вряд ли они меня будут слушать. И, может быть, даже вообще выпуск мы не посмотрят. Но. Во-первых, посмотрите, как сделаны четыре пиловара с точки зрения рассказа о своем бренде. То есть, у них они на VC.ru публиковали свою статью. Я сейчас просто готовлю следующий выпуск по ним как раз. И примерно понимаю, насколько неплохо в отношении всех остальных в индустрии работают ребята с четырех пиловаров. То есть, там тоже есть вопросы, но в целом неплохо. Расскажите о своей больше. В общем, будьте более открыты. То есть, рассказывайте о пиловарне, введите нормальные социальные сети, обновляйте сайт. Вот, не только о названиях, не только основательных информацию. Обновляйте сайт, делайте пиво, которое, блин, будет интересно людям в более бюджетной истории. Я не знаю, если у вас нет возможности построить сейчас свой завод, ну, двигайтесь по цене, ищите, за счет чего экономите. Я не знаю. Ну, то есть, как бы, иначе не вывезете, потому что сейчас люди будут больше экономить, и продажи будут дальше падать. Сейчас вывезут те, у кого хорошая цена. Вот как-то так. По Бакунину, что будет еще? Я буду дальше, да, конечно, пробовать. По Бакунину будет отдельный плейлист. Какие-то новинки буду пробовать, которые у них выходят. Соответственно, буду вам рассказывать. Это была такая вводная история, больше, скорее, размышления о том, что, в принципе, случилось с компанией Бакунин. Хороший старт, и вот то, что сейчас имеем, то имеем. Если, ребята, из Бакунина увидят ролик, милости, прошу, пишите. У меня почта есть, можем пообщаться. Ребят, прошу не обижаться. То есть, как бы, я, еще раз говорю, я к пиво нехорошо отношусь. Мне некоторые вещи нравятся, молоко нравится, фибоначчи, ну, так себе. Но я давно пробовал, надо сейчас попробовать, может быть, сейчас зайдет. Вот эта история очень вкусная, вот эта вот неплохая, это очень вкусно, дорого. Вот сделайте вот это дешевле, и это будет прям однозначно, прям сразу сдвиг сюда, прям базарной. Вот, но пока, к сожалению, так. Ребятам удачи развития. Надеюсь, вы переживете эти нелегкие времена. Текущие они сейчас у всех нелегкие, поэтому развивайтесь. Буду рад пообщаться, если захотите. Ну, что, всем пока.